...мужчин, потому что и про Антона немножко поговорили, про Леона, конечно, поговорили. У тебя бизнес, связанный со здоровьем, и ты много лет этой темой занимаешься, но, тем не менее, начинала ты как раз с факультета журналистики, с факультета психологии, дальше финансовое образование. Как вот была вот эта трансформация? Это же тоже поиск. Это отчасти похоже на то, что ты про Леона рассказываешь, сколько всего ты потрогала, поперепробовала. Как вот была эта трансформация? Ты знаешь, в факультете журналистики почему случился вообще изначально? Первое, я закончила музыкальное училище по классу вокала, ну, вместе с братом со своими. Он пошёл в консерваторию, а я встретила Леона Папу. И меня тоже брали в Гнесинку. Но он был настолько против, а я была настолько молода, что я поддалась. Говорит, ну, чем тебе журналистика, а не творчество? Ну, я подумала, ну, действительно. Я пошла на факультет журналистики, прекрасно отучилась и реально любила всё, что связано с профессией. Работала в пиаре какое-то время. Вот в какой-то момент поняла, что, ну, вот не моё немножко именно, знаешь, система. Я не могу жить в системе. Это очень сложно для меня. Свободно хочешь быть. Да. И почему я пошла в высшую школу экономики? Я решила, что мне нужно свой бизнес организовать. Я очень, вообще, профан математики во всех этих финансовых делах. Я думаю, нужно пойти, чтобы со мной как-то что-то понимать. Поэтому я отучилась на финменеджменте. Я организовала своё дело. У меня была сеть небольшая цветочных магазинов в своё время. Очень как будто бы красивая история, но безумно сложная. Сложный бизнес. Да, это очень сложный бизнес для женщины, для девушки тем более. Когда, ладно, там один магазинчик, а ты сама флорист, это классно. Когда у тебя есть уже небольшая сетка, это тяжело. Это логистика поставки. Это всё время где-то что-то на таможне застряло. Я просто с девчонками, кто бизнес имеет, этот знаю. Это очень не женская сфера. Очень не женская сфера. Я протащила её довольно-таки долгое время, там, до 14-го года. У меня оказалась недобросовестная управляющая. В общем, мне пришлось всё закрыть. И на какое-то время я решила, что вот всё, господи, я устала. Я устала. Я хочу отдыхать. Я стала как бы вообще просто какой-то, возможно, не помню, года полтора, наверное, просто жить. Но потом всё равно мне захотелось что-то сделать, и я открыла клинику. У меня была клиника небольшая с лабораторией, потому что всё равно вот тема здоровья хорошая такая вот. Всегда меня тяготила. У меня мама, связанная с медициной. А сестра тоже врач, бабушка, кемин-биолог, дедушка-фармацевт. Тут очень всё близко было мне. Клиника тоже неплохо, успешно работала. Но тяжёлая история клиника. Большая ответственность. Когда к тебе приходят пациенты, я была всё равно там директором. В общем, тоже я её немножко свернула и просто сдала в аренду другим людям, которых сеть там тоже небольшая, своя. Получается, ты всегда от внутреннего состояния действуешь. Если ты чувствуешь, что тебя это передавливает, и это больше дискомфорта вносит, чем удовлетворение, ты отказываешься. Я отказываюсь, честно. Боже, какая ты умница. Я не могу себя насиловать. И случилось ещё, когда была клиника, случилась ещё вот физиология моя. Моя такая любовь и радость хотела просто для себя сделать, и получилось немножко, так сказать, обширнее. И это уже такая история, которая работает, от которой я наслаждаюсь. Конечно, мне пришлось переехать из Петербурга, к сожалению, потому что я сама занималась своей физиологией всегда. Но ухожу туда. Это фитнес-студия, так вы говорите? Это такая фитнес-студия, ну, там и силовые есть тренировки, там есть и косметология. Но вы же, получается, соединяете как бы дух и тело. Дух и тело, да. Это мой был, знаешь, такой посыл, что у нас тело, душа и разум, всё в одном. Ты можешь прийти, расслабиться, и косметология, и ногти, и тренировки, соответственно. И я просто сама ещё веду вот свои какие-то консультации по хелс-коучингу, по нутрициологии. Ну, и, в принципе, такая, знаешь, модификация здорового образа жизни. Когда у меня люди, знаешь, спрашивают про как попасть, про ценообразование какие-то. Я такой человек очень странный, кстати говоря, в этом плане. Да. Мне говорят, Лаура, ты что, надо брать деньги. А я иногда могу бесплатно. Понимаешь? Потому что я говорю, слушай, ну, я вот вижу, человеку нужна помощь, но нет у неё денег. Блин, она на себе тянет там детей своих. Ну, как я, что я скажу? Так, моё слово стоит, вот, не знаю, столько-то. Я, конечно, помогу. Я по-другому не умею. Сейчас можно сказать вот такое слово модное, что ты в призвании находишься? Да, ты знаешь, я люблю помогать людям и быть полезной, действительно, что-то привнося. Про то, насколько ты шикарно...